Урок 13. Задача первая. Упростить многочлен, записав каждый его член в стандартном виде. Давайте сначала упростим первый. Одночлен. Одночлен – это произведение числовых и буквенных множителей. 4 надо умножить на 5. Будет 20. А в кубе надо умножить на А в первой. Если показатель степени не пишется, значит, в первой степени А в первой. При умножении степеней с одинаковыми основаниями основание остается прежним, а показатели складываются. 3 плюс 1 – 4. Значит, будет А в четвертой. В в квадрате надо умножить на В в первой. Будет В в кубе. Теперь давайте рассмотрим второй одночлен. Сначала записываем числовой множитель 2. Затем буквы идут в алфавитном порядке. А в четвертой. В в пятой. Потому что здесь показатель степени 1. А здесь 4. 1 плюс 4 – 5. И последнее слагаемое. Записываем. 6 умножить на 3 – это 18. 18 А в в кубе. Задача вторая. Найдите числовое значение многочлена, если А – 1, В – минус 2. Давайте подставим в данное алгебраическое выражение числа. А1. Значит, А в квадрате. 1 в квадрате – это 1. А в кубе – это 1. И А в пятой степени. Единица в пятой степени – тоже 1. При умножении на 1 значение не меняется. Значит, можно не записывать эту единицу. Вместо В надо подставить минус 2. Значит, 3 умножить на минус 2. Здесь надо минус 2 возвести в квадрат. Это будет плюс 4. Здесь минус 2 возвести в четвертую степень. Будет 16. Выполнить умножение. Будет минус 6. Затем надо будет отнять 16. и прибавить 80. Минус 6 до минус 16. Это минус 22. До плюс 80 получится 58. Задача третья. Упростите многочлен и найдите его числовое значение. Если А – минус 3, В – 1 треть. Сначала надо упростить. Давайте запишем в стандартном виде вот этот одночлен. Это будет 2А в четвертой В в квадрате. Последнее слагаемое. Последнее слагаемое тоже давайте запишем в стандартном виде. 6АВ квадрат. Теперь можно вынести за скобки общий множитель минус 2АВ. В скобках 2 плюс А в кубе В минус 3В. А теперь давайте подставим. Вместо А минус 3, вместо В – 1 треть. Если минус 3 умножить на 1 треть, получится минус 1. Если минус 1 умножить на минус 2, будет 2. Значит, перед скобками множитель 2. В скобках к 2 надо прибавить минус 3 в кубе. Это минус 27. Если минус 27 умножить на 1 треть, получится минус 9. А затем надо отнять единицу. 2 минус 10. Это будет минус 8. 2, если умножить на минус 8, будет минус 16. Задача четвертая. Проволоку длиной 385 метров разрезали на 3 части. Первая часть на 25 метров длиннее второй. А третья в 4 раза длиннее второй. Найдите длину третьей части. Давайте за х метров обозначим длину второй части. Первая часть на 25 метров длиннее. А третья часть в 4 раза длиннее второй. А всего 385 метров. Давайте решим это уравнение. 6х плюс 25 – это 385. 6х 360. Х равен 60. Значит, 60 метров – это длина второй части. А надо найти длину третьей части, которая в 4 раза длиннее. Значит, 4 надо умножить на 60 и получится 240 метров. Задача пятая. Путь от А до Б автомобиль проезжает с определенной скоростью за 3 часа. Если он увеличит скорость на 12 км в час, то за 2,5 часа проедет путь на 3 км больше, чем расстояние от А до Б. Найдите расстояние от А до Б. Давайте вот эту определенную скорость обозначим за х км в час. За 3 часа со скоростью х км в час автомобиль проходит путь от А до Б. Значит, вопрос задачи – расстояние от А до Б. То есть надо найти 3х. Если автомобиль увеличит скорость на 12 км в час, то за 2,5 часа пройдет путь, который на 3 км больше, чем расстояние от А до Б. Чтобы равенство было верным, нужно вычесть 3. Вот из этого произведения. Раскрываем скобки, решаем уравнение, находим х. Х – 54 км в час. Это вот определенная скорость. Вопрос задачи. Расстояние от А до Б. 54 км в час надо умножить на 3 часа. И получится расстояние 162 км. Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова